Не только военная, но и гражданская техника в Беларуси интересует делегацию Совета Безопасности Узбекистана. Сегодня гости продолжили изучать возможности отечественных машиностроителей. Прежде всего, в Узбекистане заинтересованы в продукции Минского автомобильного завода. Ташкент и другие города ждет обновление парка пассажирской техники. При ее выборе наши партнеры делают ставку на автобусы МАС. Они лидируют по соотношению цена-качество. Для предприятий горнодобывающей промышленности Аграрев готовы закупить грузовики Минского автозавода. Кстати, гостям сегодня предложили тест-драйв машины команды МАС «Спортавто», которая участвует в знаменитом ралли «Дакар». Они с удовольствием оценили и мощь спортивного грузовика, и в целом работу белорусских машиностроителей. Я хотел бы отметить очень высокий уровень промышленной кооперации в Республике Беларусь. Видно, что за годы независимости удалось сохранить и приумножить, модернизировать в целом весь промышленный комплекс. Мы очень рады за наших белорусских друзей, коллег. Как вы знаете, Республика Узбекистан и Беларусь за последние полтора-два года существенно активизировали двухсторонние взаимодействия, в том числе и в развитии промышленной кооперации. У нас есть перспективы создания совместных предприятий. Сегодняшний визит узбекской делегации позволил наметить какие-то новые перспективы, ориентиры сотрудничества. Мы очень благодарны и впечатлены. Мы договорились о том, что с одним из наших партнеров мы наладим сборку коммунальной техники, крановой техники, самосвалов. Мы будем поставлять туда шасси, и на базе наших шасси уже будут устанавливаться крановые надстройки и коммунальная техника. Делегация из Узбекистана в Беларуси находится с начала недели. Накануне, напомню, секретарем Совбеза встретился президент Беларуси. Александр Лукашенко заверил Виктора Махмудова, все договоренности, достигнутые на высшем уровне во время сентябрьского визита главы государства в Ташкент, будут выполнены. Президент также пообещал, страна покажет все, что заинтересует узбекских военных. Уже сегодня представители Совета безопасности Узбекистана посетили Минский завод колесных тягачей, который в том числе работает на оборонный сектор. Изучали все, от производственного процесса до новейших образцов техники. Процесс закупки вооружения всегда увязан, конечно, с бюджетными расходами. Поэтому перед Узбекистаном стоит задача перевооружения. Сейчас они смотрят в разных странах мира, с которыми они сотрудничают. Но, конечно, Беларусь в приоритете. У нас есть дорожная карта, которая подписана секретарями совбезов, будет скоро утверждена главами государств. Это по всему спектру взаимоотношений. Поэтому, конечно, мы свое место в военно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном видим. Кстати, узбекские военные признались, 10 лет назад уже покупали похожую технику в Беларуси. А причина, по которой пока нет новых контрактов, проста. Эти машины настолько надежные, что не требуют ни замены, ни даже ремонта.